Одна из форм профилактической работы, получившая популярность в последнее время, родительские собрания, посвященные безопасности детей. Несколько педагогов, разработавших свою модель таких собраний, сегодня охотно делятся своим опытом. Учитель математики 10-й школы Светлана Никешина сама водитель. Ей близка эта тема и есть о чем рассказать. Вот почему решила поучаствовать в конкурсе. У родителей зачастую нет времени объяснять ребенку правила, о многом они и сами не имеют представления. Здесь и приходит на помощь педагог, который изучает с родителями, зачем нужен ремень безопасности и какие штрафы предусмотрены за те или иные нарушения. Помимо теории, мамам и папам показывают специальные ролики и мультфильмы из серии «Азбука безопасности». После реконструкции дороги появилось, что кольцо возле 10-й школы и детям стало намного опаснее переходить дорогу, несмотря на то, что есть пешеход, потому что ноги водители разворачиваются прямо на проезжей части и могут развернуться прямо на тротуаре. Другая участница конкурса, учитель начальных классов 16-й школы Анна Мохнатова, провела тестирование детей и познакомила с его результатами родителей. Объясняем детям правила дорожного движения, считает она, необходимо учитывать особенности ребенка, включая рост, ведь тогда у ребенка короче шаг и меньше угол обзора и даже темперамент. Радость, удивление, интерес, это тоже заставляют напряж забыть об опасности, которые могут быть подвергнуты дети в этот момент. Чем сложнее ситуация для ребенка, объясняют педагоги, тем медленнее он принимает решение и нередко неверное. Помочь ребенку действовать правильно можно, например, с помощью вот таких красочных и лаконичных памяток. Педагог Дворца творчества Влада Эзерих, помня о загруженности родителей, разрабатывает специальные для них мини-консультации, разъясняет, например, какие бывают кресла для перевозки детей и какие из них надежнее. Взрослый человек сам отвечает за свои действия. Взрослый человек сам принимает решение пройти ему до ближайшего пешеходного перехода или рискнуть перейти дорогу в необозначенном месте. Каждый из вас, взрослый человек, сам отвечает за себя. Но я хочу вам напомнить о том, что ваши дети, их действия – это отражение ваших действий. По итогам конкурса победителями стали учитель начальных классов школы номер 16 Анна Мохнатова и Татьяна Ичинская, заместитель директора по безопасности жизнедеятельности школы номер 7. Всем участникам вручили почетные грамоты от отдела ГИБДД. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...